В Одинцовском отделе вне ведомственной охраны провели выездное заседание Совета ветеранов подмосковного главка Росгвардии с коллегами из МВД и Союза офицеров. На встрече обсудили текущие организационные вопросы, подвели итоги и наметили планы на будущее. Мы поговорим с вами несколько слов о рейтинге ветеранских организаций, о работе газеты данной, о финансовом обеспечении ветеранских организаций и о подготовке конференции. В начале мероприятия председатель организации Иван Панков поблагодарил участников за вклад в военно-патриотическое воспитание личного состава и выразил благодарность клубам досуг, диалог и забота, а также поднял вопрос о поощрении ветеранов, отличившихся в общественной работе. Лучшего социального работника нашего, который будет организовывать работу в показании помощи ведуждающимся ветеранам по защите социальных прав, там кому нуждается поддержка какая-то и так далее. Вот эти основные направления, которые работают в МВД, мы будем выявлять и пошли. На заседании обсудили новый номер ведомственной газеты. Информационный бюллетень «Вестник Росгвардии Подмосковья» начали выпускать в прошлом году. Он выходит раз в квартал, тиражом 999 экземпляров. Мы не обещаем не только о жизни нашей ветеранской организации, о жизни коллектива главного управления, но мы обещаем о жизни и взаимодействии с ветеранской организацией округа. Также на встрече ветеранам вручили новые удостоверения после замены. Вручай власть. Держи. Спасибо. Садись. Сегодня ветеранские организации насчитывают около 800 участников в 36 местных отделениях. И подобные встречи не только объединяют, но и задают вектор будущей работы. Вот смысл состоял в том, чтобы мы и к дню победы немножко активизировали свою деятельность о том, чтобы вспомнить всех павших, но победивших в этой грандиозной битве за будущее нашей страны. В Одинцовском отделении Росгвардии почетным гостям всегда рады и к организации встречи подошли основательно. После официальной части – отдых и неформальное общение. Мы на самом деле рады, что ветераны нас посещают. Мы готовы их принимать чуть ли не каждый день. Сейчас официальная часть протокольная закончилась. Сейчас ветераны поедут в комплекс «Патриот». В ходе экскурсии ветераны посетили музейный комплекс «Дорога памяти», пройдя 1418 шагов, а также посетили главный храм вооруженных сил Российской Федерации. В завершение встречи участники возложили цветы и зажгли свечи вдоль дороги памяти.